Следующий номер, Солонченко Владимир Александрович, Город Ростовов. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день, Василий Юрьевич. Можно? Пожалуйста. Высказаться. Прежде всего, спасибо за такую возможность напрямую высказать проблемы, попытаться найти их решение. Василий Юрьевич, ну вот все собравшиеся сегодня прекрасно ходят на своих ногах, слава Богу. И мы не особо задумываемся, насколько тяжело передвигаться по городу, человеку в коляске и мамам с колясками. А у нас колясочников в области больше 20 тысяч. Это, можно сказать, целый поселок колясочников. Год назад мной был создан сервис, вот этот коляском, да, с помощью которого можно фиксировать точечные места, геолокацию, обращение формировать, что там закон. Ну, люди проверяют фотографии, мы направляем обращение, соответственно, в администрацию. И, собственно, у меня ряд вопросов, которые, если решить, могло бы и улучшить текущую ситуацию. И работа сервиса такого, и, соответственно, вообще состояние дорожной сети. Первый вопрос. Сейчас обращения отправляются от нашего сервиса на e-mail администрацию, но по закону сейчас все переходят на прием через госуслуги. Это очень сильно усложнит нам жизнь, соответственно. Поэтому первый пункт. Хотелось обязать уполномоченных лиц продолжать принимать заявки от сервиса коляском, да, на текущей e-mail администрации. Спасибо Ростову-на-дону администрации за то, что они продолжают на e-mail сейчас принимать. И я хотел бы огласить, чтобы дальше так же продолжалось. То есть принимают, обрабатывают заявки, это плюс. Прошу Десотти при устранении проблемного места информировать наш сервис любыми доступными способами. То есть информировать в плане фотографии с геолокацией, ну, какую-то обратную связь, чтобы мы отражали актуальное положение в карте проблем, собственно говоря. Недавно нам ответил представитель администрации, что при выполнении дорожных работ в уличной сети города Ростова-на-Дону все операции выполняются под постоянным контролем сотрудника отдела автомобильных дорог Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Данный контроль предназначен для соответствия всех технологических процессов с существующим нормам и стандартам. В связи с этим прошу организовать мероприятия для сотрудников МКУ, Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону, направленные на изучение вопросов передвижения инвалидов, вникания в суть проблем. То есть хотелось, чтобы люди, которые отвечают за это, были больше в теме, так скажем, общались, может быть, с представителями общества инвалидов. Ну и законы есть, которые, собственно говоря, регламентируют СНИПы. Хотелось, чтобы, ну, в общем, вопрос состоит в том, чтобы организовать мероприятия по вниканию в суть этой проблемы поближе, так скажем. А за принятие объектов с нарушениями доступной среды хотелось бы какие-то дисциплинарные взыскания, что ли. Ну, потому что куча объектов, которые ремонтируются и принимаются почему-то с нарушениями. Хотя эти нарушения, то есть доступная среда уже 10 лет существует, ну, как бы, долго. Наверное, самый главный, Василий Юрьевич, вопрос, который бы хотелось озвучить лично вам. Прошу взять на личный контроль вопрос Мошева Юлии. Инвалид-колясочник 5 лет пишет обращение, чтобы исполнили закон и сделали доступную среду в ее многоквартирном доме. Почти полтора года назад инвалид первой группы выиграла суд у администрации города, то есть инвалид судится с городом, уже чувствуется. Администрация увиливает от исполнения закона, придумывает какие-то нелепые доводы в официальных ответах, уже полтора года почти что. Так и пишут, что дорого, мы не будем, ну, не совсем так, не будут исполнять решения суда, то есть суд говорит, в этом доме надо сделать. Администрация говорит, что как-то дорого, мы, наверное, еще что-нибудь придумаем другое. Дикун Андрей Васильевич в курсе этого вопроса. Вопрос простой. Вместо одного окна нужно сделать дверь и просто плавный пандус. Такие меры, ну, моменты такие крайне негативно влияют на репутацию органов власти. Прошу взять наличный контроль вас и, соответственно, чтобы этот вопрос максимально быстрее решился, потому что человек уже доведел до крайности. То есть, ну, представляете, человек-колясок не может выйти из дома, ей уже, там, лет 35, у него родители пенсионеры, а администрация вместо того, чтобы вникнуть в проблему и побыстрее решить, ну, постоянно находит какие-то отговорки, так скажем. Причем это закон, понимаете, это не хотелка какая-то, не навстречу ей пойти. Есть закон, который обязывает делать в домах инвалидов такие вопросы. Поэтому, пожалуйста, возьмите вопрос наличный контроль. Спасибо. Потом еще вопрос какой есть. Решить вопрос, как быть с межквартальными тротуарами, которые не муниципальны. То есть, город, ну, они находятся в собственности управляющей компании, там, многоквартирных домов. И, соответственно, когда нужно сделать, это проблемой. То есть, инвалид-заложник, как бы, отношений. Тротуар, как бы, есть, но он не городской. Вот проработать вопрос, как решать эту проблему. Напрямую с собственниками не всегда эффективно получается работать. Потом вопрос какой. Выделить дополнительное финансирование к концу года для устранения большого количества выявленных, ну, пандусов. То есть, у нас большое, очень большое количество этих точек, накат, которые в городе находятся, не только в спальных каких-то районах, в центре. То есть, доступная среда уже, ну, как бы, 10 лет существует, даже больше. Мы вот за 16 лет человека в космос отправили после войны, а тут за 10 лет мы не можем просто бордюры сделать. Ну, это же, ну, как бы, это несложно. И в чем проблема? Инициатива идет снизу, понимаете? Вот мы, как люди, обращаемся, то есть, к представителям власти, чтобы они это сделали. То есть, это бессистемная точка... ...нае улучшение. Никак не прорабатывается в области. Вот это проблема. Ну, хотелось бы, чтобы люди, которые отвечают за это, там, вникали побольше в суть проблемы, как бы, потому что, ну, каждый может оказаться у нас в коляске, как бы, от этого никто не застрахован. Ну, общественный транспорт, я даже говорить не хочу, то есть, вы сами понимаете, насколько это проблема для инвалидов. И с нашими, там, скажем, маршрутками и всем остальным это почти не... Ну, есть, конечно, автобусы какие-то, но это тоже проблема. Еще есть моменты, которые люди мне, то есть, мы описали, которые я, чтобы я вам озвучил. Если можно, я вам тоже их озвучу. То есть, во-первых, ливневые канавки делаются без решеток. Для инвалида это проблема. То есть, хотелось бы, чтобы ливневые канавки, которые проектируются, или ливниотводы, делались с решетками. На трамвайных остановках нет платформ. То есть, для инвалидов... Ну, и это не только на трамвайных остановках, даже на автобусных остановках, то есть, где это могло бы быть, есть такой момент. Потом, вот выделили недавно средства, не знаю, с чем связано, может быть, встречи с нами, может быть, так получилось, очень радует это. Но момент какой? То есть, средняя цена одного пандуса получается 60 тысяч рублей. Как бы, делается большое количество. Казалось бы, оптом должно быть дешевле. Но вопрос какой? Проработать, как можно удешевить это все, чтобы качество не пострадало. То есть, дешевле делать пандусы, их больше, но дешевле. То есть, чтобы не расходовать деньги и неэффективно, так скажем. Еще вопрос. Вот эти подъемники, которые установлены электрические, они частично поломаны. Есть. То есть, вот подъемник поломанный на газетной казанской лестнице. То есть, они как будто бы существуют для галочки. То есть, их купили, поставили и забыли. Пользоваться реально ими нельзя. То есть, ну, поэтому, как бы... Хорошо, я... Да, да, да. Самый главный вопрос, это все-таки Мошева Юлия. Я, честно сказать, очень... Мы сейчас с него и начнем. Мы с него и начнем. Я пометил себе эти темы, но я что все-таки прошу, Владимир Александрович. Вопросов много. И, в общем, все они из одной темы. Начнем с Мошева Юлия. Значит, я сейчас главу попрошу кое-что прокомментировать. Вы в курсе, Алексей Анатольевич, этой темы? Мне кажется, да. Да, Василий Ильич, добрый день. В курсе этой ситуации. Действительно, есть решение суда, которое обязало сделать подъемник в доме. Но вопрос в том, что для того, чтобы поставить нам подъемник в доме, нужно провести реконструкцию квартирного дома. Правильность инструментальной расширения получилась действительно очень дорого. В разы дороже, нежели ей приобрести готовое жилье в доме, в новом, уже оборудованном данным подъемником. В настоящее время проводится экспертиза, сейчас по которой будет установлена стоимость приобретения недвижимости. И в ближайшее время, это либо август, либо октябрь, на городскую дубу мы заложим денежные средства и сможем ей приобрести жилье. Она готова? Васильевич, я понимаю, но провести конструктивное изменение дома, так как это старые дома, там очень узкие подъезды, нам экспертиза это не пропускает. Нам не сложно было выделить деньги и сделать ремонт там. В соседнем подъезде есть магазин, который это без проблем сделал, ничего ему не мешало это сделать. Почему так? Ну, давайте, Владислав Александрович, поверьте мне, я тоже в этой теме, значит, и мы знаем, что город ищет решение. Я готов сделать так, чтобы вы послушали и город, и экспертизу. Значит, мне кажется известно, что она возражает, это так? Конечно, ей предлагают на Суворовском дом, вместо того, что она живет на стачках, возле остановки, возле больницы. А на Суворовском сядьте и попробуйте уехать оттуда. Я думаю, на Суворовском никто не захочет жить из инвалидов, потому что оттуда выехать. Подождите, ну не нужно за инвалидов отвечать, при определенных условиях и Суворовский развивающийся микрорайон, он меняется и будет меняться. Я только что там был совсем недавно, и знаю, какие там у нас есть планы, они большие, емкие по деньгам, конечно. Значит, вот все-таки Помошева Юлия, давайте еще раз персонально позанимаемся, Алексей Владимирович, в любом случае мы не будем отказываться от возможности решить ее проблему. Ну, значит, второй вопрос, что если экспертиза не пропустит, то даже мы, если с вами очень сильно захотим, мы это не пройдем. Вот это тема, которая действительно существует. Если экспертиза не пропускает, одну секундочку, если экспертиза не пропускает, то это значит, мы, делая, нарушаем закон. Экспертиза просто-напросто признает неэффективными расходами и привлечет к ответственности руководителей города или того, кто это будет делать. И это факт. Это примерно то же самое, что сегодня... Одну секунду. Я отдельно разберусь в этой ситуации и при первой встрече вам доложу со всеми документами. Вы можете вместе с Владимиром Александровичем повзаимодействовать. Значит, и тем не менее, я вот вопросы зафиксировал, значит, я прошу вас разобраться, а точнее сохранить ситуацию, когда люди могут обращаться к вам через e-mail администрацию. Решите, я доложу? Да. Я хотя бы подробно. Уважаемый Васильевич, в настоящее время на сервисе к Аляскам-да отмечено 357 адресов. В марте месяце нами на заседание Городской Думы выделено более 13 миллионов рублей. Прорезли конкурсную процедуру, определен подрядчик ООО ДСК Гранит. В настоящее время мы сделаем ремонт на 212 объектах. В настоящее время мы сегодня уже сделали 50 съездов по одному адресу, кодру указан на сайте Каляскам-да. Также мы проводим сейчас мероприятие на 12 объектах, из них 2 на сайте. Кроме этого, до конца года мы отремонтируем 150 съездов, из них 108, которые отражены на сайте Каляскам-да. По поводу обращения, электронный адрес, электронная почта у нас не выключается, она работает. И все обращения, которые будут приниматься, на отправляцию мы будем их принимать. Тут у нас с этим проблем никаких нет. Кроме этого, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году у нас 24 ремонта дороги, везде предусмотрены съезды. Кроме этого, при строительстве новых дорог также предусмотрены... Могу сказать, что только в прошлом году нами было обустроено более 1000 съездов. Мы каждый год эту проблему знаем, мы каждый год с этой проблемой занимаемся. Но, Василий Ильич, у нас бюджет тоже ограниченный. Мы также занимаемся аварийным жильем, и расстрелем квартирных домов, и съездов для инвалидов. Мы точно везде по этапу этим этим занимаемся. Но именно сегодня выделить все деньги только на это, сегодня бюджет города не готов. Но это мы знаем, в прошлом году мы сделали больше 1000 съездов. Вот я на что хочу обратить внимание. Ну, если сегодня под 400 обращений на тему проблем колясочников существует, я прошу Вас наладить взаимодействие и информированность по решениям, по планируемым решениям. Это же обычное, нормальное взаимодействие. И тот, кто за это отвечает, ему это сделать несложно. Тем более, Вы этой информацией обладаете. Значит, прошу вот этот момент зафиксировать себе. И у меня, пожалуйста, тоже протокольчики пометьте. Следующий вопрос. Вот одна тема, отдельно прошу мне доложить, но это при встрече с Вами, тему межквартальных тротуаров. Учитывая, что... Там есть нестыковка между собственниками, поэтому давайте мы с Вами поговорим на эту тему и подумаем, куда мы двинемся. Дальше. Что касается общественного транспорта, если я не ошибаюсь, если говорить о больших автобусах, у нас сегодня нет автобусов, которые мы приобретаем, не оборудованных для инвалидов. Так или нет? Есть такая проблема? Нет, Василий, все автобусы, которые мы приобретаем, они все, конечно, доступны средой. Более того, Вами выделили деньги нам и на электробусы, они тоже все с доступной средой. Сейчас мы ничего не приобретаем. А последние троллейбусы 20, которые вот я подписывал 400 с лишним миллионов, там... Это 20 электробусов, они все с доступной средой. Все. А все абсолютно с подъемниками. Они все низкополые. Да, ну мы договорились, и, собственно говоря, это решение уже принято и раньше, что новый транспорт не может быть без доступной среды. А так и есть. Да. Да, так и есть, Василий Васильевич. Да, вот ливневые канавы, ну, ливневка так называемая. Я пока не понимаю, где, о чем идет речь, потому что новые ливневые канавы, они строятся в обязательном порядке с решеткой. Да, конечно, они только с решеткой устроятся. Я не знаю, где вот это... Владимир Александрович, что вы имеете в виду, что ливневка без решетки? Есть такие ловки бетонные, вот они, ну, для водоотведения используются, и они такие с небольшим, ну, небольшой... Ну, здесь есть один момент. Я понимаю, но я сейчас не готов на эту тему долго рассуждать. В любом случае, переходы человека через дорогу, в них это место не может быть не оборудовано без решетки. По крайней мере, места переходов. Возможно, некоторые лотки, в которых нет обозначенных переходов, и без решетки для стока воды. Такое, в принципе, возможно, если там переходы не обозначены. Это на тротуарах. Васильевич, это не ливневая канализация, это в водостоке на тротуаре, такие небольшие углубления в земле. А, вы видите, это сам тротуар, да? Там решетку невозможно поставить. А это все небольшие, там, где глубокие, они все с решетками. Есть небольшие углубления, но они не в местах перехода. Понятно. Ну, давайте задумаемся, я тут не все... Я понял, о чем будет разговор, но мне кажется, что надо просто посмотреть, что это. Ну, это, наверное, все-таки некоторые углубления истоки, да? Стоки воды, стратуары. Да, это на тротуаре, да. Да, это небольшое углубление на тротуаре. Хорошо, я себе пометил здесь, мы с вами пообщаемся. Эту тему и в этом... Так, и что еще вот я зафиксировал? Платформа для трамваев, значит, дальше удешевить стоимость пандусов, ну, все надо считать, конечно. Я понимаю, в принципе, Алексей Валентинович, это обычная наша задача, когда мы строим сегодня дорожную сеть, мы ищем решения, которые связаны с задачей удешевления. Ну, и подъемник на газетном, слушай, ну, сколько мы будем говорить, Алексей Валентинович? Да, мы отремонтируем. Мы отремонтируем, мы сейчас на контроль сегодня. Я бы советовал записать по-другому поручению, не допускать нерабочего состояния. Ну, вы помните, я на нем бывал. Да, я знаю. Да, и за мной был инвалид, его, к сожалению, нет сейчас. Тем не менее, будоражил всегда и нас, правильно делал, чтобы обращал на внимание. Разберитесь с теми, кто за это отвечает. Вот буду, вот специально мимо проезжать буду, буду подходить, пробовать, проверять его работу. А что делать? Ну, если уж не получается так. Кажется, в прошлый раз, когда я был, я просто увидел, что его отремонтировали. У меня никакого другого впечатления о том, что он теперь работает, нет. Ну, вот человек нам подсказал, а он, оказывается, снова не работает. Разберитесь, кто за это отвечает, а если надо, и накажите. Ну, отвечают, деньги получают, должны по полной программе отвечать за работу. Вот. Васильевич, мы отработаем, если это подтверждается, мы уже все время его отремонтируем. О, Васильевич, мы обязательно, с Владимиром Александровичем, мой заместитель встретиться, мы скорректируем все те планы, которые на этот год, может быть, откорректируем что-то, может быть, первоочередное, что нужно сделать. Вот, и, соответственно, дадим планы в следующий год. То есть, мы пытаемся не просто хаотично все подряд сремонтеть, а, может быть, из этого выбрать то, что нужно в самую первую очередь по интенсивности. Ну, учитывая, что комплекс вопросов, надо смотреть. Очевидно, что вы не можете, на некоторые вы, не можете завтра пообещать на всех трамвайных платформах, ну, платформы, точнее, у трамваев. Но, если есть программа развития нашего рельсового транспорта, то мы должны все остальное, что создаем, покупаем низкопольное, там, где еще работают другие, ищем решения, которые позволяют более комфортно там себя чувствовать. Тут комплекс, я прошу вас, учитывая, что предложений немало, посмотрите, заместитель пусть пообщается с Владимиром Александровичем, ну, и дальше просто находите возможность контакта. Я же увидел, с чего вы начали разговор. Ну, первое, прием обращений, и второе, информирование об исполнении. То, чем мы, в принципе, занимаемся постоянно. Получилось, говорим об этом людям. Прошу вас лично на это посмотреть. А тем более, доступная среда. Она действительно идет не первый год. Значит, мы не собираемся от нее отказываться. Наоборот, будем находить новые решения. Владимир Александрович, договорились? Спасибо большое, да? Да, давайте работайте. Я с главой администрации в ближайшее время, между прочим, завтра. Давайте, завтра вы у меня, Алексей Анатольевич. И завтра давайте к этим вопросам вернемся. По крайней мере, перечень. Хорошо? Договорились. Владимир Александрович, будьте здоровы. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...